Всем привет! Представьте, летний день, вы прогуливаетесь по побережью. Дует приятный ветерок, шумят волны, настоящий рай на земле. И тут вы замечаете, как что-то чернеет на песке. Непонятный предмет прямо перед вами. Вы подходите ближе. Что это может быть? Бутылка с посланием? Фрагмент ракеты? Бомба? Или непонятный монстр? На самом деле всё, что угодно. И в сегодняшнем видео мы докажем вам это. Итак, давайте посмотрим на самые удивительные вещи, найденные на пляжах. Поехали! Старая бомба. Некоторые поездки на пляж можно назвать незабываемыми. Например, если вы действительно хорошо провели время. Или встретили важного для вас человека. Или научили вашу собаку давать лапу. Или чудом избежали смерти. Келли Гравил вместе с детьми отдыхала на одном из пляжей Уэльса, когда им на глаза попалась какая-то огромная штуковина, покрытая ракушками. Келли решила, что это старый буй, который вынесло на берег. Дети трогали загадочный предмет и даже стучали по нему. Да, и огромное количество ракушек выглядело очень необычно. А теперь представьте, что почувствовала Келли, когда через несколько дней узнала. Это был не буй. Предмет, с которым играли ее малыши, оказался миной Соединенных Штатов, которая болталась в море со времен Второй мировой войны. И она могла взорваться в любую секунду. К счастью, никто не пострадал. А бомба была позже утилизирована при помощи контролируемого взрыва. Корабль-призрак В начале 2020 года на Британские острова обрушился шторм «Деннис». С собой он принес проливной дождь, сильнейший ветер, высокие мощные волны и корабль. Заброшенное судно оказалось на побережье недалеко от ирландской деревни Балликоттон в графстве Корк. Десять членов экипажа этого корабля были спасены береговой охраной еще в 2018 году. С тех пор судно дрейфовало. Последний раз его видели у побережья Западной Африки, но затем шторм внес свои коррективы. Считается, что этот случай один на миллион. Корабль не только удерживался на плаву все эти годы, но и смог преодолеть огромные расстояния. И даже причалить. Гигантская труба Некоторые вещи на пляже можно и не заметить. Принять за камень, например. Но точно не огромные трубы. На пляжах в грабстве Норфолк были обнаружены действительно загадочные объекты. Море вынесло на побережье гигантские черные пластиковые трубы. Четыре трубы диаметром 2 метра оказались на пляже, еще восемь остались в воде неподалеку. При этом длина самой большой составила 480 метров. Честно говоря, при взгляде на такую находку задумываешься о вторжении инопланетян или о чем-то подобном. Гигантские марсианские черви. О, или может это секретный правительственный эксперимент? Убы, оказалось, что трубы были произведены на Земле, причем совершенно открыто, в Норвегии. Изначально они предназначались для Алжира, куда их пытались отбуксировать. Но вмешался человеческий фактор. Часть груза попала в море и, в конечном итоге, течение вынесло трубы на восточное побережье Англии. Монстр Муривай Иногда на побережье можно наткнуться на нечто действительно жуткое. Недалеко от общины Муривай в Новой Зеландии на пляж выбросился монстр. Первое огромное неизвестное существо обнаружила местная жительница Мелисса Даблдей. Сначала она подумала, что перед ней кит, и подошла поближе. Но оказалось, что чудовище имело щупальца. Вернее, как будто было покрыто множеством толстых черных червей. В принципе, такой монстр отлично смотрелся бы посреди фильма ужасов. Мелисса сделала снимки своей странной находки и разместила в сети, надеясь получить ответ. Пользователи назвали неизвестное существо чудовищем с драдами и пляжной рождественской елкой. Но правда оказалась менее фантастичной. Скорее всего, монстр — всего лишь огромная коряга, целиком покрытая так называемыми гусиными ракушками. Это ракообразные, которые прикрепляются к твердым объектам с помощью длинных стеблей, которые могут достигать 80 сантиметров. Гусиные ракушки живут вдоль береговой линии. Обычно они предпочитают камни, музор и затонувшие корабли. Но и огромная коряга подойдет. Древняя статуя Море часто отбирает у людей самые разные вещи. Каждый ураган или просто плавание на корабле может закончиться какой-нибудь потерь. Но иногда происходит обратное. Море отдает то, что забрало сотни лет назад. Или даже больше. Сильный шторм, обрушившийся на центральное побережье Израиля, принес с собой белую мраборную статую. Фигура женщины имеет высоту 1,2 метра, весит около 200 кило и лишена головы. Впрочем, руку статуи тоже нет. Но такие потери вполне объяснимы. Эксперты оценивают возраст находки в 2000 лет. То есть она была изготовлена в начале нашей эры. Статуя упала в море, когда шторм разрушил утес, на котором она стояла. Пострадала также башня и мозаика. Впрочем, надо сказать, что море обращалось со статуей довольно бережно. За исключением самых заметных повреждений, она достаточно хорошо сохранилась. Рвота кита Ладно, давайте честно. Чья-либо рвота – не то, что вы бы хотели найти. Даже не особенно брезгливый человек вряд ли обрадуется такому странному подарку судьбы. Но только если это не рвота кита. Амбра – особое вещество, которое образуется в пищеварительном тракте кошелотов. Она высоко ценится в парфюмерии, используется как фиксатор запаха. И под «высоко ценится» мы имеем в виду, стоит очень-очень дорого. Попадается амбра не так уж часто, а заменить ее чем-то искусственным сложно. Зато можно совершенно случайно обнаружить на пляже. Кен Уиллман просто прогуливался со своей собакой, когда та вдруг начала тыкаться носом в довольно крупный камень со странным запахом. Это было необычно. Поначалу мужчина решил оставить амбру на пляже, но затем все же вернулся за ней. И не зря. Оказалось, что дорогостоящее вещество весило целых 3 килограмма. За такой огромный кусок амбры французские парфюмеры готовы заплатить 56 тысяч долларов. А сколько вы зарабатываете во время прогулок с вашей собакой? Рояль Музыкальные инструменты довольно дорогая штука. Их не бросают где попало. Именно поэтому, когда в заливе Бискейн в Майами вдруг обнаружили рояль, люди очень удивились. Впервые его увидели на отмеле в конце января 2011 года. Местные власти не придали произошедшему большого значения. Они заявили, что пока музыкальный инструмент не угрожает ни навигации, ни морским обитателям, убирать его не будут. Строго говоря, местным пеликанам и чайкам рояль даже понравился. Инструмент, одиноко стоявший в песке, быстро стал местной достопримечательностью. С ним фотографировались, а кое-кто даже пытался играть. Да, оказалось, что рояль был относительно целым. Не в очень хорошем состоянии, конечно, однако его стоимость оценили примерно в 4 тысячи долларов. Довольно дорого для пеликан-невыносеста. Кукла Вуду Обычно при виде чего-то, что выглядит как кукла Вуду из кокосовых орехов, змеиной кожи и человеческих зубов, хочется выбросить это что-то как можно дальше. В общем, находку, обнаруженную на одном из пляжей Флориды, не назовешь очаровательной. И поначалу Брюс Робертсон, нашедший куклу, испугался. Другие люди на пляже сказали, что жуткую вещицу лучше выбросить обратно в море, что мужчина и сделал, но перед этим сфотографировал находку. Но затем, после некоторых исследований, Робертсон изменил свое мнение и теперь считает, что предмет представлял собой африканского бога-паука. Он известен как Ананси. Если вы смотрели американских богов, вам должен быть знаком этот парень. Впрочем, другие люди все еще уверены, что Брюс поймал куклу, которую использовали в ритуале Вуду. Более того, возможно, ее сделали совсем недавно и использовали человеческую кожу. И что-то нам не хочется думать, как создателю куклы удалось ее достать. Гигантский крест Вы когда-нибудь просили высшие силы дать вам знак? Что ж, кому-то они, похоже, ответили. В 2019 году на побережье Флориды море вынесло огромный деревянный крест. Шестиметровая конструкция, вся покрытая ракушками, видимо, какое-то время провела в воде. Затем крест заметили туристы и вытащили на пляж, где непонятный артефакт стал популярным фоном для фотографий. Но не стоит видеть в плавающем кресте что-то мистическое. Похоже, у него довольно простая история. Одна женщина сказала, что подобный крест был установлен на одном из островов в Северной Короливе, в памяти ее пропавшим брате. Скорее всего, ураган вырвал конструкцию из земли и унес в море, где крест плавал около полугода. Возможно, его путешествие продолжалось бы еще очень долго. Крест мог пересечь океан и удивить жителей Португалии. Если бы не туристы. Фрагменты ракеты SpaceX Если вы не живете где-нибудь неподалеку от космодрома, с которого взлетают ракеты Илона Маска, то вся эта космическая суета может показаться чем-то далеким. Наверняка как-то так думали жители острова Кеменс на севере Франции Амели Гассонс и Этьян Менги. Это очень маленький клочок суши, на котором не происходит ничего необычного. Но как-то раз пара обнаружила на пляже немного мусора. С учетом того, что на острове никто больше не живет, они решили, что мусор мог упасть с проходившего неподалеку корабля. И это вполне ожидаемое предположение. Не свалился же мусор с неба, верно? Но затем на полусфере, которую пришлось тащить трактором, нашелся логотип SpaceX и надпись «Головной обтекатель». Конечно, это не значит, что он обязательно отломался случайно. Во время взлета ракеты всегда теряют часть деталей. Пользователи сети заподозрили, что эта штука могла быть частью миссии SpaceX CRS-13, запущенной 15 декабря 2017 года. Однако сама компания не подтвердила их догадку. Тысячи игрушек Наверное, каждый ребенок хотя бы раз в жизни мечтал заполучить много игрушек из шоколадных яиц. Чтобы их было 100 или даже 1000. Ну, в зависимости от того, какие большие цифры он уже выучил. Для большинства людей эти мечты так и остались мечтами. Ну а жителям немецкого острова Лангеок в Северном море повезло. Однажды утром они стали свидетелями необыкновенного зрелища. Тысячи маленьких разноцветных игрушек были разбросаны по песчаному берегу. А ведь это произошло даже не в Рождество. Оказалось, во всем виноват циклон, который синоптики назвали самым сильным на севере Германии за последние годы. Он налетел на грузовое судно, которое проходило неподалеку, и сбросил в море пять контейнеров с пластиковыми игрушками, в том числе с кирпичиками конструктора Лего и с фигурками персонажей Звездных войн. И, конечно, игрушки для будущих шоколадных яиц тоже оказались в воде. Сами контейнеры опустились на дно, но пластиковый груз поднялся на поверхность. А затем волны вынесли его на берег. По первым подсчетам, более ста тысяч игрушек покрыли примерно три с половиной километра побережья. Это могло бы стать настоящей катастрофой для экологии, но на помощь пришли добровольцы из числа местных жителей. За несколько дней на пляже был наведен порядок. И да, волонтерам разрешили взять себе понравившиеся игрушки. Бонус. Кольцо ветерана Вьетнама Сегодня мы говорили о находках на пляже, но просто не можем оставить без внимания эту историю. Мужчина по имени Марк Десермия – профессиональный охотник за сокровищами. Он трудится в Лос-Анджелесе и успел найти в воде множество различных предметов. В их числе обручальные кольца, кольцо чемпионата Кубка Стэнли, более ста колец выпускников, часы Ролекс. В общем, под водой кроется действительно много ценного. Ища сокровища, Марк проводит большую часть времени с металлодетектором в руке. В воде. Но однажды ему попалось нечто совершенно необычное. На глубине полутора метров мужчина обнаружил странное кольцо. Оно было покрыто моллюсками, видимо, лежало на дне действительно долго. Поначалу Марк решил, что перед ним какая-то безделушка, подделка, не стоящая внимания. Но оказалось, что кольцо было настоящим памятным знаком ветерана Вьетнамской войны. На нем было указано «Пурпурное сердце» и «Вы не забыты». На внутренней стороне нашлись даты и инициалы неизвестного человека. Марк надеется, что сможет передать уникальное кольцо владельцу, если он еще жив. Или хотя бы его родственникам. Псс, дружище. Хочешь немного новых технологий и крутых гаджетов? Мысленно уже находишься в будущем? Тащишься от больших машин и не представляешь своей жизни без роботов? Загляни на техзон и найдешь целую кучу этого добра. Ссылка находится в описании. Заинтересовали? Ну вот и отлично! Субтитры сделал DimaTorzok